Все, мы запустились. Ура, да, все работает. Ура, ура, ура. Добро пожаловать на стрим. Да, наконец-то выходные, смотрю, пишут ребята. Супер, ура. Хэллоуин был найс. Ну, да, неплохо. Я не празднула. Нет, я оделась, у меня было три встречи в этот день, и я на третью встречу оделась как дурак в новогодний костюм. Да, я видел, я видел. Вот было, да, всем привет, привет, привет. Наконец-то мы вместе стримим, я так рада, наконец-то доехали до Лос-Анджелеса. Наконец-то, да. Три месяца, наверное, тут не были с нашими трипами, поездками. Линго-трипами. Линго-трипами, да, потому что и Южная Корея, и Германия, и Франция, и Россия, и Лингго-фест. Офигенно, офигенно. Да, всем добро пожаловать. Ребят, сегодня стрим про английский язык. Я знаю, что это для многих головная боль, и поэтому мы здесь с Веней сидим. Кто вдруг про нас ничего не знает, Веня просто самый идеальный в мире произношения в английском языке, если говорить про иностранных студентов, да, что пришел на собеседование в языковую школу здесь. Директор не мог поверить, что он не из Америки. И учился здесь, и живет в Лос-Анджелесе. Я, в свою очередь, тоже там побеждала во всяких городских олимпиадах по английскому. Тофл сдала на 117. Тоже живу в Америке, то есть английский нас окружает каждый день. Мои задачи сейчас в английском просто все дальше-дальше работать над произношением, потому что там все время какие-то нюансы, тонкости, вот это постоянное переключение между двумя языками. В Вене, наверное, задач в английском нет уже никаких. Ну, поддерживать просто. Ну да, поддерживать. Какие-то там, не знаю, суперкрутые слова. Вот. Так что да, и сегодня будем с вами делиться советами. Ребят, напишите, пожалуйста, какая у вас самая главная сейчас проблема в английском. Вот что вас беспокоит, что вам не дает двигаться дальше, что вас раздражает, что не идет. Прямо жалуйтесь в комментариях, и мы будем пытаться вам помогать. Чуть-чуть трансляции с этот звук, и можно перезагрузиться. Но вообще YouTube, Instagram, они этим грешат, к сожалению, отставаниями. Времена. Времена, акцент, времена, writing, времена. Ну, времена и writing совмещена. Чаще всего грамматика, то же самое, что говорение, произношение, акцент. Времена бесят, времена, времена. Ну, прям единогласно практически. Времена, времена, времена. Акцент, разница в модальных глаголах. Да, в модальных, окей. Словарный запас. Тяжело отличить времена. Grammar, writing, произношение, времена. Прямо переживаю. Модальные глаголы, артикли. Модальные глаголы, времена, грамматика, словарный запас, словарный запас. Меня бесит, что есть такой язык в мире. Слушайте, я бы тоже была рада. Хотя, не знаю, мне бы прикольно, что много языков. Мне кажется, разные культуры, разные люди. И когда ты понимаешь, что в мире есть столько всего интересного, ну, такого, знаешь, что ты как бы живешь в своем замкнутом мире, а новый язык – это новый мир, и у тебя вот так вот все открывается, открывается. Ну, блин, весь мир почти говорит на английском языке. На английский, да. На английский, весь мир тебе и так открыт, в принципе, на том или ином моменте. Да. Speaking – как правильно читать. Глазами, как вспоминают новые слова, времена-времена. Time. Это тенсис называется. Time – это времена. Writing TOEFL – произношение. Плато на высоком уровне. Ох, это тоже проблемно, да. Артикли ломают мозг. Что такое эффект плато? Плато застой, в смысле. Модальный глагол. Эффект плато – это когда глагол в 18 форме… Да, я сейчас думаю, что это за такое новое понятие, и мы такого не приходили. Правила меняются каждый год. Ну, супер. Ну, смотрите, увидела основные, наверное, три проблемы, да. Первое – времена, тенсис, да. Второе – акценты произношения. И третье, наверное… Ты что выделил? Было много… Это два было… Словарьная? Да, словарь на запас говорили, артикли говорили много, грамматика в общем говорили. Что, в принципе, неудивительно. Привет, Вань. А где тут, Вань? Ну, по поводу времен, смотрите, если начать вот раскладывать вам по полочкам, что самое главное, что нужно запомнить, что времен всего 12, да, если вот основных. И если вы их делите там на табличку, то… Present, past, future. И здесь simple, perfect. Past, perfect, future, perfect. Нет. Simple, progressive, perfect, perfect, progressive. Да, и у меня все уже башка полетела. И потом это все в табличке, соответственно, вы заполняете. У меня скоро выйдет такое видео, которое наглядно все объяснит. Но, наверное, самое такое наглядное, как это можно представить, у нас в Вене начинается как раз интенсив по временам, где мы рассказываем на каждое время по лекции. На самом деле они очень простые. То есть как только у вас вот эта картинка, табличка в голове возникает, может, давай ребятам откроем? Можешь открыть? Я просто… Мы в новейном компе сидим, и я не очень хочу что-нибудь напутать. Да, сейчас вам покажем табличку, выведем на экран, чтобы вы поняли, что на самом деле это чисто какая-то математическая тема. Да, любую, да, не все эти знаки. Как мы ее выведем? А вот здесь вот, кликни, ага, вон синяя, зеленая, зеленая, да, share screen, и вот эту, ага. А, окей, окей, сейчас тогда. А, не-не-не, он ее выбирает, все нормально. А, ну мы тут просто не сможем увидеть вопрос тогда, сейчас, секундочку. Вот, смотрите, на табличку, значит, simple, continuous, perfect, perfect, continuous, да, и сверху у нас present, past, future. И на пересечении этих наших столбцов и строчек идут наши времена, да, то есть present simple, как формируется, I go to school, да, he is beautiful, we are friends, и так далее, да. Потом двигаемся дальше, у нас продолжительное действие, и вот так вот двигаясь по каждой строчке, в принципе, формируется время, да. Я рекомендую всем такую табличку взять и повесить себе на стену, да, чтобы вы примерно понимали, что, во-первых, это математически раскладывается, и это более-менее легко, потому что иногда, когда тебе кажется, что, не знаю, у тебя нет вот этой структуры в голове, кажется, что времен слишком много, и все это слишком запутано. Вот, соответственно, что следующее нужно понимать, как бы вы поняли, окей, структуру в голове нарисовали. Дальше нужно двигаться по этой табличке. И для себя объяснять, когда, в каком случае, каждое время упоминается, употребляется. Ну, вот одна из основных ошибок, я недавно проверяла, что ребята даже наши вот в LinguaTribe писали текст, и я увидела, что в будущее время они, ну, обычное будущее, типа у нас там будет интенсив, грубо говоря, we will have this class, да, но на самом деле интенсив уже запланирован, и он 100% будет, поэтому в этом случае используется present... Continuous. Да, present continuous, типа we are having an intensive course in a week. То есть вот такие вот тонкости уже как раз то, что мы будем рассказывать на интенсиве, да, по каждому времени. То есть это не то, что вы там, типа future, всегда вот только для будущих действий. Есть всякие вот такие вот моменты, которые нужно просто понять, как бы никто вам не скажет, что, ой, если ты говоришь, что ты там через неделю улетаешь в обычном present future, господи, present future, simple future, если вы скажете, I will fly to San Francisco next week, как бы никто вам не скажет, ой, типа это неправильно, неправильно, но вы будете звучать намного более, как это, органично, да, для носителей, когда вы говорите, I'm flying to San Francisco on Monday, потому что у вас уже есть билет, вы уже точно знаете, что летите, когда вы говорите, а will fly, это как бы, ну, может, я лечу, а может, не лечу, билет еще не купил, пока в процессе, то есть там это не стопроцентная вероятность. Когда continuous для будущего, все, стопроцентная вероятность. Ну, я делал вообще, на самом деле, про это видео, оно вышло сегодня утром для вас на LinguaTrip TV, про как раз таки времена, какие нужно учить, какие не нужно, и вообще мое мнение на весь этот вопрос, потому что меня часто спрашивают, какие времена нужно учить, какие не нужно. И я там сказал, что, в принципе, есть времена, которые можно взаимозаменять друг с другом. Но, однако, это то же самое, когда я говорю «одел» вместо «надел» и «красивее» вместо «красивее». Вам это режет слух, и вы постоянно на меня ругаетесь, и вы точно так же будете звучать, используя не совсем корректные времена в определенных ситуациях. Поэтому учить нужно все. Да, в идеале выучить все, понимаете, тоже вот, чем мне понравилось, как бы наше школьное образование училась в школе с углубленным изучением английского. Да, оно было не суперинтересно в какие-то моменты, но нам, блин, вбивали эти времена в голову. У меня уже это просто вот эти все конструкции, они от языка отскакивают. Да, я их не сразу стала употреблять, но зато, когда я приехала в Америку, я услышала, а, вот это время в таких-то случаях, а это в таких-то, и это очень хорошо легло на то, что у меня было, вот эта база. То есть база должна быть в любом случае. И чем круче вы ее отработаете, чем больше раз вы ее пройдете, неважно, что вы уже там в школе, может, пять раз проходили эти времена, вот пока вы их не стали использовать, я бы их постоянно держала в тонусе. Вот. Далее. Карина, ты очень красивая. Карина и Ваня, интересно. Карина и Ваня. Чем новый интенсив отличается от интенсива по временам месяца назад, Андрей спрашивает? Андрей, это абсолютно новый интенсив, это абсолютно другой интенсив. Тот интенсив был только мой. А этот интенсив на этот раз наш совместный, и там, в отличие от моего прошлого, там намного больше практики. А ваше самое главное отличие. Да. Он только на английском. Он только на английском? И он международный. Да, он супер международный, потому что мы его запускаем в LinguaTrip вообще 85 стран, студенты. И у меня, как вы знаете, есть там английский канал, на котором почти миллион уже подписчиков. И мы запустили, вот знаете, как, когда приезжаешь в языковую школу за границу, ты приезжаешь, и у тебя, ну, нету русских. Я вчера с Катей Усмановой, блогером, брала интервью, она училась у нас в школе здесь, в Лос-Анджелесе. Да, ни одного русского в группе. Один русскоязычный был в школе. Она мне тоже говорила, что класснее. Да, что очень классно, потому что у вас вот этот вот language immersion. Ребята писали тоже, что у меня языковой барьер. Вот языковой барьер ты не сломаешь, когда ты сидишь в классе с русскими людьми, потому что, ну, во-первых, ты всегда можешь... Я помню, я на немецком сидела вот в группе, и мы перешептывались на русском языке. Ну, понятно, что это легче. Учителя там что-нибудь спросить на русском. Да, и языковой барьер так и не ломается, потому что ваш мозг, как только какой-то дискомфорт, он такой, опа, включаем русский, спрашиваем и так далее. Вы же не будете там себя пересиливать? Здесь вопрос в том, что вы как бы... У вас нет опции русского. И мы хотим в интенсиве для вас эту атмосферу создать, когда опции сказать по-русски вообще ничего нет. Ну, как бы нет. Антон спрашивает, а есть такое употребление континиуса, когда говоришь о негативных частях человека, который постоянно делает? Да, про раздражение. Типа, you are always talking, you are always sleeping on the floor, you are always leaving the dishes unwashed or whatever. То есть, да, то есть, да, есть такое применение континиуса, когда вас что-то раздражает постоянно, постоянно. Крутое кресло. У меня два, какое именно? Да, Веня, вообще этот студия засетаплена суперкруто. Да, интенсив только по временам, 12 времен, 12 лекций, 12 домашних заданий и 3 лайва. То есть, вот прям чисто в одну тему. Я считаю, что это очень правильно, потому что, ну, вот эта вот фокусировка, да, на конкретной проблеме, которая у вас есть, и вы ее отрабатываете в течение, там, на самом деле, две с половиной недели, да, интенсив идет. Вот, чтобы... Потому что еще одна проблема с английским. Вы всегда учите, ну, я не знаю, как вы конкретно, но очень часто язык учится в каком-то таком пассивном состоянии. Типа, ну, я хожу на курсы. Да, ну, все там типа ходят, и я тоже пойду. Ну, да, я знаю, что у меня есть эта проблема. Вот тоже опять с Катей вчера говорила. Она говорит, 10 лет назад, говорю себе, у меня есть 5 лет, чтобы стать чемпионкой России по, там, бодибилдингу и выучить английский. В итоге она сфокусировалась на бодибилдинге, английский как бы шел вот так параллельно, типа вроде как хожу. В итоге через 5 лет она чемпионка России по бодибилдингу, английского ноль. Говорит, ну все, следующие 5 лет 100%, короче, я прыгаю с парашютом и выучиваю английский. В итоге что? 25 прыжков с парашютом, английский на том же уровне. Потому что неправильный фокус и неправильная постановка задачи. Теперь она себе сказала, я себя вижу в Лос-Анджелесе, я себя вижу здесь развивающейся. Я в фитнесе, хочу здесь там участвовать в конференциях, учиться у местных специалистов. Как бы тут либо английский, либо моя мечта, ну как бы, испаряется, да? И когда ты правильно себе поставил цель, он пошел вверх. Мы с ней записали там целое видео на английском. Ну, я, Дима, с ней записывал чисто на английском видео. Вот, как бы вот это вот уже активное изучение, да? И когда вы идете на какой-то вот курс такой интенсивный, вы уже все говорите, почему он денег тоже стоит. Меня деньги очень мотивируют, потому что я тоже постоянно хожу на какие-то интенсивы у людей. И когда это какой-то бесплатный доступ, то такой, ну, типа, через пару месяцев послушаю. Чем меньше платишь, тем меньше... Да, тем меньше мотивации. Типа, ну, через пару месяцев, хорошо. А если там еще тебе все в записи, и типа, вот, дают доступ и смотри, все, я вообще не смотрю. У нас это все открывается, ну, типа, по дням. Мы вас специально лайвами заманиваем, чтобы вы пришли вживую с нами пообщаться. Потому что очень хочется, чтобы вы в это углубились и прямо вот погрузились. Что вы себе говорите, через две с половиной недели я отработал времена, да? Потому что, ну, иначе никак. Я достаточно неплохо знаю разговоры на английском. Я пойму, что интенсив на английском. Анастасия, есть еще опция русских субтитров для... чисто для безопасности. Поэтому... Вдруг прям вообще никак, то... Конечно, да. Как мне ребята говорят, когда посты мои читают в Инстаграме, они говорят, я сначала читаю на английском, а если я чего-то не понял, просто там перепроверяю себя потом на русском, чтобы, ну, какие-то, можешь, слова доучить, либо понять правильный смысл. Вот примерно то же самое будет. Я в идеале бы вам советовала на английском прослушать. Если вдруг непонятно, не хочешь себя перепроверить, почитали русские субтитрами. Выучил грамматику, но очень тяжело применять в свободном письме или в разговоре, например, past, simple, present, perfect. Дмитрий, тут дело просто, тут надо это, тут просто дело практики. Чем больше практикуешься, проблема заключается в том, что из-за того, что мы учим английский язык, у нас складывается такое впечатление, что это какая-то наука, это какая-то академическая штука, это какой-то предмет, это то, что нужно логически понять и перечитать учебник и научиться решать эти уравнения, но это не то. Это не академический предмет, это не наука, это просто коммуникативная потребность. Это просто мы учим английский, чтобы о нем разговаривать. Да, это не то, что типа мне тест надо сдать через неделю, через две недели там мне надо контрольную написать диктант. Нет, мы отходим от этого. Вы живете на английском. Вот это больше всего мотивирует, когда вы себе говорите, что, например, у вас есть тема, которая вас интересует, не знаю, я еще там увлеклась всякие там медицинные, немедицинные и так далее, но мне так нравится, что я могу самые новые исследования взять и прочитать на английском. Ну как же! Что я могу в фильммейкинг посмотреть курс на английском. Ну, в общем, да. Присоединяются к пересвету. Ребят, ну, Лос-Анджелес, солнце, тут даже посередине Сан-Франциско, мне кажется, на экватор приехала, она очень сильная. Жарко. Да. Не люблю. Да, когда интенсив, интенсив начинается... Винь, когда у нас началось? Сейчас я открою даты. Это хороший вопрос. Вы можете сейчас вместе с нами перейти по ссылке в описании посмотреть. Давай расшарим экран тоже, покажем, как это все выглядит. Да, ребят, там был вопрос, был вопрос по поводу того... Не получится у меня расшарить экран, сейчас я не знаю, что происходит у нас. Перезагрузи, да, просто. На микрофт. Это... Я не знаю, что такое, но начинается 19-го числа. 19-го ноября, начало интенсива, вот, и ребята спросили, будет ли в доступе интенсив потом. Да, будет. То есть у вас все лекции сохраняются, они за вами пожизненно, но интенсив построен так, что у вас по датам новая лекция, да, и лайвы тоже в определенный момент, и, соответственно, если вы на лайв придете, не прослушавшись лекции, у вас, соответственно, вопросов никаких не будет, и вы этот лайв профукаете. Вот, поэтому я очень-очень хочу, чтобы вы шли по расписанию, которое мы для вас составили. Лекции небольшие. Это не то, что вы включите час и будете вот так вот засыпать, потому что понятно, что фокусироваться на сложном предмете человек там не может час вот так вот сидеть, и детали слушать. Они достаточно лаконичны. У вас домашнее задание, у вас возможность пообщаться в Телеграме. Поэтому ссылка внизу. У нас, опять же, ну, что мы тоже часто делаем, вот эти повышения цен, потому что я считаю, что, ну, человек должен сразу понимать, что, как бы, мне это важно, и не тянуть до конца, да, он может на следующей неделе, потому что все время, когда вы откладываете дело, оно не сбывается. Знаете, правило пяти секунд. Если, как бы, вы решили для себя, о, я буду делать английский, на течение пяти секунд нужно сделать какое-то действие, хотя бы в блокноте записать, там, на завтра какой-то план, потому что наш мозг устроен так, что ему нужно сохранять энергию. И он такой, оба-на! Типа, Марина подумала, что английский надо учить. Это же, блин, сколько энергии будет. Так, Марин, слушай, а посуду мыть кто будет? И все, он вам начинает кидать кучу других дел, и вы такие, а, не-не-не, все, английский, сори, не приоритет, забью. Поэтому, как только у вас есть вот желание что-то сделать, мне это во всем работает, бизнес, YouTube, хочу снять видео, тут же несу все, красится, быстро-быстро снимаю, потому что иначе потом это уйдет, и да, и не захочется. Так, так-так-так. Разве в английском есть будущее время? Конечно. Future? Ну, с лексической точки зрения, конечно, есть. С грамматической точки зрения, нет. С грамматической точки зрения, у нас такое прошедшее и настоящее. Ну, с точки зрения глагола, типа, как он меняется? Да, форма глагола, да-да-да. То, что с помощью вспомогательного он формируется. Да-да, но с лексической, да. Как набрать словарный запас? Активным способом, через то, что тебе нравится, перейди всю свою деятельность онлайн на английский язык, все свои сериалы, фильмы, статьи, и оттуда как раз таки то, по тому, что тебе интересно, учи слова. Меня сейчас спрашивают, как находить слова, которые учить. И какие слова надо учить, самое главное. И, ну, я вам не могу ответить, но это вопрос, это только вы. Почему вы ждете, когда кто-то другой вам скажет, какие слова вам нужно учить? Ищите из своей жизни. Вы на русском языке, в каких сферах имеете экспертизу? Вы на русском языке, допустим, у меня был студент, он говорит, слушай, я вообще, я душа компании, ко мне все мои друзья всегда приходят за советом в отношениях, в браке там и прочие такие моменты. Я говорю, пожалуйста, открывая сериал «Как я встретил вашу маму», открывая сериал «Друзья», открывая какие-нибудь статьи про пикап там отношения и этот «Марридж канцелинг». Так и любого там человека, который, да, тут консультации такие делает, открывая, смотри, как он продает, потому что здесь продают намного лучше, чем, например. Учи эти слова. Не надо стремиться быть каким-то другим человеком в английском языке. Вы же хотите быть все равно собой. Офигенная мысль. Вы хотите просто, знаете, сделать трансфер, перевести просто в себя и свою личность просто на другой язык. Но вам же не нужно менять себя и типа, вот, я, наверное, на английском языке выучу медицинские термины, но если бы не доктор, зачем вам это надо? Да, и на английском языке я выучу академические слова, но если вы так, в принципе, не разговариваете даже на русском языке, то, в принципе, вам это не пригодится одна, если вы там не пишете эссе или что-то такое. Поэтому, да, это строго ваше, это строго для вас. Ищите сферы экспертизы в вашем родном языке и просто делайте трансфер на английский язык. Ребята, это сейчас была очень важная мысль. Пожалуйста, если вы осознали ее, поставьте лайк, чтобы оно с действием каким-то закрепилось. Не нужно пытаться быть другим человеком в английском. Переносите себя на английский язык. О, это прям очень крутая мысль. Так, что-то я увидела какой-то хороший вопрос. А, там есть памятка от Вени по временам. Это книга Вени по временам. Да, это English Tenses Венина, которая, как вот, знаете, ну, если вам хочется иметь еще печатный материал, чтобы распечатать и листать. Да, это оно. Один из вариантов пакетов. Так, чего-то еще какой-то... Люблю вас мудрые мысли вслух. Да, так круто, когда с вами общаешься, да, и какие-то вещи ты можешь... Они у тебя в голове витают, но когда ты произносишь слух, ты понимаешь, что, блин, и начинаешь больше действий в этом ключе делать. Как набрать массу? Очень просто. Учи английский язык, приезжай в Америку, тут еда дешевле, ее больше. И трансжиров много. Да, у тебя будет этот... Антоним слова дефицит, какое в русском языке? Профицит. Да? Да. Сурплесс, профицит. Профицит. У тебя будет избыток, о, избыток калорий будет вообще легко. Легко. Марина, ты сдавала ЕГЭ? Я сдавала ЕГЭ, а вот Даня на этот вопрос хотела ответить. Сдавала ЕГЭ, у меня по русскому 89, а по английскому 98. У меня практически так же было, в принципе. Да, а по математике не то, что хорошо. А, математику нам нужно было, по-моему, сдавать еще в старой форме. Я сдавал русский в старой форме, математика у меня уже не было выбора. Но русский я мог выбрать, я русский сдал в старой форме, сдал его на 80, чем-то тоже, я уже не помню, мне надо будет в Сургут приехать и откопать свои документы. Английский я сдал там на 93, что-то вроде такого. 93, математику на 60, с чем-то литературу, там на 70, с чем-то типа такого. Что-то вроде такого. Я уже не помню точные цифры, но я помню, что я к ЕГЭ вообще не готовился, потому что я уже знал, что я поступил в Америку. Мне нужно было просто доздать аттестат, поэтому я все, пока все готовились к ЕГЭ, я работал на аттестат все это время. Вы очень классные. Я еду от LinguaTrip в январе в Лондон на две недели. Визу получил. Спасибо вам огромное. Поздравляем вас. Офигенно. Да, молодец. Лондон в январе, кстати, довольно, ну, такой, без снега будет, скорее всего. Я сколько раз была в январе, ну, так, типа, до 10 градусов. Вот так вот. Во сколько лет лучше изучать английский? Вот сегодня лучше всего, завтра уже будет поздновато. То есть сейчас начинайте, ребят. С каждым днем ваш мозг все больше информации посторонней себе навешивает, все больше каких-то обязанностей, поэтому... Из своего опыта, я скажу вам так, из своего опыта, как преподавателя английского языка, я преподаю уже чуть больше пяти лет, получается. Поэтому это немного, но это немало. И я скажу из своего опыта, что взрослые люди намного быстрее учат английский язык, несмотря на все мисконцепшнсы, на все выработанные мнения, что надо с младенческого, надо с детского. Детям это нафиг не надо, дети, они плохо учат английский язык. Мотивация, да? Вопрос мотивации. Вопрос мотивации, вопрос, зачем мне это надо. У детей еще и у подростков, как правило, нету такого, что я делаю это для себя, а не для мамы, знаешь. Поэтому дети вообще, я не знаю, почему все думают, что дети учат английский быстрее, дети учат английский ужасно и медленно. Это факт. Если только с младенчества, вы не растете с этим языком, но дети учат его очень медленно, подростки учат его очень медленно, опять-таки, если нету цели какой-то. Я просто постоянно вижу, мне так обидно, типа, блин, мне уже 28 лет, уже поздно. Мне уже 30 лет, уже поздно, жизнь закончилась. Вы в таких молодых возрастах уже на себе ставите крест. Ребята, какие вопросы там по работе LingvaTrip, если у вас какие-то там вопросы по улучшению сервиса, куда угодно можно писать, мы везде это все мониторим, можно хоть мне в директ в Инстаграме, у меня ребята это все разбирают, можно мне на workwithmarinasobakalingvatrip.com, можно на hellosobakalingvatrip.com через заказ обратного звонка, по любым каналам обязательно, обязательно пишите, будем вам помогать, если что-то не так, конечно. Так. Как мариновать огурцы? В Америке вам не надо мариновать огурцы, можно их купить задешево, сразу маринованное, учить английский язык. У меня сегодня этот, я сегодня мастер просто этот, как они называются, этих интеграций. В любой вопрос. Да. Так, что-то я увидела и пропустила. Какие настранные языки? Запись останется, сейчас по записи все время говорю, на каждом вебинаре, потому что каждый раз новые ребята. Напишите, кто первый раз на стрим попал, первый раз, кто смотрит нас вживую. А для тех, кто первый раз смотрит и забывает, где потом пересмотреть можно, у меня обычно стрим висит 24 часа на этом канале, потом я его закрываю, он остается доступным по ссылке, и потом он переносится на канал Lingua Trip. И там можно все пересмотреть, там все наши субботние стримы. Ой, нифига, сколько народу в первый раз! Вау! Посмотри, как много. Вау! Это да. Когда Дима на икорь? В понедельник! Сейчас мы тут доснимаем, у меня завтра съемки Регинного шоу, просто там пам-пам-пам, еще кое-что снимаю, но пока не выйдет, не расскажу. Выйдет, вы все увидите. Вот, какая загадочная. Вот. Сейчас. Что вы учите в медицине? Я учу... В основном сейчас я учу, как синтезируются белки и так далее, витамины, как это все... Как работают процессы в организме? То есть, как вот нам что-то поступает, на что это расщепляется, какие процессы образуются и так далее. Эндокринологию. Я как бы, у меня без медицинского образования, поэтому я сейчас очень поверхностно просто пытаюсь понять, что происходит в организме. Вот. Очень мне это все интересно, и в Стэнфорд, скорее всего, пойду учиться в следующем году. Уже нашла себе курс, пока запись не открыта просто. Вот. Употребительные ли идиомы в разговоре на речи? Ох, конечно, конечно, друзья, блин, конечно. Обязательно. Лучшее запоминание фразовых глаголов. Учить их в экшене надо. Всегда... Ну, трехшаговая система. Обычно работает очень хорошо. Первый шаг – это зазубрить определение. Второй шаг – это попробовать заполнить пробел. Обычно в том ресурсе, в котором вы учите этот глагол, обычно должны быть какие-то упражнения, которые помогут вам заполнить пробелы. И третий шаг – это полная 100% креативность. Это генерировать язык, свой собственный, свои собственные эмоции, целями, и планами, мечтами, и прочими-прочими такими моментами как раз-таки с этими фразами-глаголами. Это работает со всеми грамматическими структурами, это работает со всеми правилами, со всеми другими словами. А стримы в интенсивах закрыты? Закрыты, естественно. С уровнем intermediate можно? Intensive можно. Уже пойдет. Да, вот если что-то будет непонятно, intermediate – есть вероятность, что вы не поймете какие-то вещи, о которых мы говорим. Для этого как раз у вас русские субтитры будут, поэтому если что-то непонятно, обращаемся к субтитрам. В комплекте мастер есть закрытый чат в Telegram с Веней, он навсегда останется, там можно будет вопрос задавать. А у нас в мастере или в гуру у нас закрытый чат с Веней? Сейчас я скажу. У нас в гуру закрытый чат с Веней такой. Да, в гуру закрытый чат с Веней, там осталось в гуру, кстати, только 24 места, потому что, ну, Веня не резиновый. Вообще нет. А, нет, слушай, в мастере тоже 92. 92 места. Нет, это группа и канал. А это? Группа и канал. А консультация в гуру еще? А, я перепутал с произношением, которое у меня сейчас идет. У нас там немножко другая система. У нас другая система. Да-да-да, все нормально. Да-да-да, все хорошо. Он навсегда останется. Он останется навсегда, в принципе. Ну, Веня в какой-то момент перестанет просто отвечать, да, в процессе интенсива он отвечает. После интенсива он уже, ну, соответственно, выходит. Именно поэтому, пожалуйста, во время интенсива активно учитесь, потому что потом вот этой вот personal connect уже не будет, да, поэтому заходите, занимаетесь. Да, сложненько бывает, поэтому... Мастер и гуру, да? Да, мастер и гуру. И в гуру еще можно консультация. В гуру консульташечка, да. Не страшно ехать одной в Лондон на учебу. Ребят, в 14 лет поехала одна в Лондон на учебу. Вообще не страшно. Ну, в смысле, понятно, что ты, блин, думаешь, как я сейчас на самолете один полечу, но ты понимаешь, что это новый мир. Блин, это же, ну, вообще... Для меня вот это вот что-то, что-то недоисследованное для себя, да, какое-то вообще абсолютно другое мировоззрение, ну, это перекрывает все страхи. Легко ли адаптировать и все найти? Да, все очень понятно, очень просто. Все помогают. Автобус, если что, остановится там, где вам надо, если вы пропустили остановку. Вот, поэтому... Не, очень хорошие люди там. Так. Веня, у меня брат выиграл твою книгу. Очень интересная и познавательная. Спасибо, спасибо, Мария. Я очень рад за брата. Как будут огурцы на английском, Марина? Cucumbers. Еще раз? Cucumbers. Cucumbers. Чего? Cucumbers? Да. Да ну, я ненавижу применение говорить по-английски. Все, исправлю. Ну-ка, еще раз. Очень меси. Cucumbers. Cucumbers. Да, первостепенное ударение на второй слог, второстепенное ударение на второй слог. А в школе учили cucumbers? Ну, в школе много чего учили. Cucumbers. Меня в школе учили mandao, tuesdao, wensdao, sersdao, friedao, поэтому это нормально. Саппер. Саппер, да. Саппер. Cucumbers. О, это было классно. Вот, как работать с произношением, вот именно вот так. Когда ты сидишь с человеком или занимаешься, или слушаешь его интенсив, и понимаешь, что ты лох. И через это... Нет, серьезно, для меня вот это больше все работает, когда я понимаю, что, блин, опять неправильно. У меня так же. Когда я сижу, и мне, допустим, что-то лень делать, бывает иногда такое, я просто сижу и думаю, представляю, что кто-то в этот же самый момент сейчас работает тяжелее, чем я. И все, для меня это такой триггер, просто я никогда в жизни не позволю никому работать тяжелее, чем я. У меня в себе есть такая программа, поэтому, когда я об этом только начинаю думать, то все. Поэтому бесит блогеры, которые уже, ну, типа, фоткают свой план на день, и, сволочи, там, 30 заданий сделано, и ты такой сидишь, блин. Да. Так, Оксфорд говорит, что акцент на первый слог. А, видимо, американцы, да? Ты американский cucumbers мне сказал. Угу. Так. Cucumbers. Там два ударения просто в этом слове. Так, американцы используют все времена в своей речи? Да. Да, просто некоторые чаще, некоторые реже, но, в принципе, используются все. У меня, опять-таки, об этом видео сейчас на канале LinguaTripTV. Я считаю, очень полезно, очень хорошие отзывы по этому видео. Я там объясняю, какие времена используются чаще, какие реже, и за 10 секунд объясняю все времена просто. Ну, еще видите, в чем прикол, что американцы, как бы, они их используют не потому, что они выучили какое-то там, не знаю, время. Они используются за нужды? И такие, так, сейчас я должен поиспользоваться. У них это настолько органично идет, и ваша задача тоже, чтобы эти времена были органичны, чтобы вы не думали, так, как бы мне это с русского в какое время правильно перевести, а чтобы у вас мысли формировались уже в этом времени, когда вы что-то определенное хотите сказать, ну, как бы, чтобы это органично вытекало из вас. И это как раз, почему я говорю, что это нормально пять раз в жизни получить времена еще раз, да, шесть раз, десять раз. Я ведь месками, кажется, их проходила там раз десять точно. Да, времена это такая просто штука, это возникает из-за нужды просто. Новые слова в языке возникают из-за нужды определенно выразить что-то. И также то же самое с грамматическими правилами, они возникают из-за нужды что-то выразить. Но с грамматическими правилами изменения уже немножко замедлились. То есть слова новые возникают практически каждый день. Поэтому надо постоянно освежать, так скажем, свой, как это можно назвать, свой резерв, так скажем, знаний. Постоянно делать апдейт, как вы телефоны свои обновляете, когда выходит новое обновление. Вот. И вам нужно, друзья, учить все времена все равно. Потому что у каждого времени своя определенная функция, заменять их друг с другом, это не самый рекомендуемый способ разговаривать на английском языке. Да, Like a Boss, крутая книга. Супер. Ну, я бы не назвал это книгой, во-первых. Это пособие, это пособие-памятка. У меня книга выходит. У меня сейчас она в стадии редакции. Это прям книга-книга. Вот, но мне говорят, что у меня сексуальная докритет, кстати, в этом чате постоянно. Спасибо, у меня скромненько, но я люблю показывать немножко кожей, да. Так, я какой-то еще вопрос хотела взять. А, какую школу на Мальте можете посоветовать? Могу посоветовать в школу Inlingua, по-моему, она сейчас лидирует. Будут ли проблемы на границе с лет 18 лет? Если у вас разрешение от родителей на выезд на самостоятельно, никаких проблем не будет. Мы про это предупреждаем и в списке документов всегда даем. Ну, в смысле, список документов, вы по нему как чек-лист идете. Вот. Блин, еще какой-то вопрос был, но... Как перебороть Intermediate Plateau? Слушайте, блин, у меня есть видео на канале... С Intermediate Advance давай расскажем, как. Да, у меня есть видео на канале, кстати, от VeniPak TV. Можете вбить просто в поиск. Там я рассказываю про брейкдаун вообще всех уровней. И что вам нужно сделать, чтобы сдвинуться на следующий. Не видно из-за микрофона, я поэтому подвину. Но... Вот. И Intermediate, что вам нужно, чтобы выйти из Intermediate? Вам нужно намного больше фразовых глаголов и идиоматических выражений знать. Это первое. Второе, вам нужно подтягивать... Вы должны уже уметь разговаривать на английском языке не только о бытовых житейских темах, но еще о каких-то более специфических, профессиональных или более узконаправленных, так скажем, сферах. Поэтому все... всю лексику, что для этого вам пригодится, нужно учить. И нужно учить такие грамматические структуры, как пассивный залог, да, или страдательный залог, как его называют. Все adjective clauses, noun clauses, reported speech, чтобы ваше, так скажем, высказывание было наиболее красивое и лаконичное. Что еще? Ну, времена никогда не повредит на всех уровнях, переучить всегда. Это я сразу говорю всем. Но что я еще могу сказать по этому поводу? В принципе, все. Опять-таки, зависит от того, какие у вас проблемы. Это так, общая. Но, в общем, у всех, в принципе, схожая проблема. Однако не у всех тоже. После интенсива можно... О, кстати, да, полезный сайт. После интенсива можно получить скидку 50 долларов на языковой курс. Его можно использовать уже на оформленный курс. С января еду в Лондон. Да, это двойная польза, потому что вы как бы платите за интенсив, но, на самом деле, эти деньги можно потом в поездку отправить, если вы планируете поездку куда угодно, Лондон, Мальта, Ирландия. Вот. Да, такие штуки мы делаем для нашего комьюнити Lingva 3, ребят, которые вступили. Так. Возможно ли говорить на английском языке, как на своем родном? Это приходит с практикой. То есть, ну, естественно, в какой-то момент люди перестраиваются, и вот вы видите, там, не знаю, люди пожили три года там в англоязычной среде, они разговаривают с русскими, они забывают русский. У меня здесь как бы, ну, я постоянно и на русском, и на английском. Когда я в Германии жила, не говорила по-русски, у меня большие проблемы стали с английским, например, да, я только по-немецки, по-русски там тоже минимум говорила. Естественно, мозг перестраивается. То есть, в какой-то момент вы уже, ну, любую мысль сможете выразить. Вопрос акцента, который кому-то приходит быстрее, кому-то медленнее, к Вене пришел быстрее, и как бы все, и русский акцент ушел совсем. У кого-то это медленнее, и кому-то нужно больше работать. Как, знаете, не все рождены, чтобы стать там качками, да. Вот у меня никогда не вырастут мышцы там и так далее, потому что, ну, у меня такое телосложение там полубалетное и так далее. А ты не пробовала еще? Я пробовала. Все способы наращивания мышц. Ну, ладно, нет, я не говорю про аминокислоты, там, протеины и так далее, но сам факт, что я все детство провела в спортивной гимнастике и в балете, да. И как бы, по идее, мышцы там, ну, могли нарасти, если бы тоже я видела, как девочки, так вот такие. Я как бы осталась в своей форме. Понятно, что люди какие-то рождаются без музыкального слуха, да. У кого музыкальный слух, быстрее ложится английский, потому что, да, вы слышите интернет, сами себя можете слушать, да, потому что люди, у которых нет слуха, они сами себя не слышат, не слышат ошибки. Понятно, что у всех разные способности, поэтому кому-то больше работы нужно приложить, кому-то меньше. У меня быстрее идут языки, но у меня никогда в жизни не будет там накачанной ноги, как у Кати, да, потому что, ну, вот у нас разная природа. Но это нормально? А я вот не соглашусь с тобой. Ну, ладно. А я не соглашусь. Ну, насчет телосложения, да, там, конечно, много разных факторов, да, но вот про английский и про слух я не соглашусь. Музыкальный слух тренируется, это стопроцентный факт. Абсолютный слух нельзя натренировать, абсолютно слухом рождается, но приблизительный слух можно натренировать вот так вот. И это тренируется со временем. А в плане языков, вот я, честно, я не верю. Я не верю в то, что есть у кого-то дарк языком, у кого-то нет. Я вот в это не верю. И еще ничего такого в жизни у меня не произошло, чтобы меня натолкнуло на такую, чтобы в это верить. Потому что я занимался студентами, видел людей, видел друзей. Есть люди, у кого как бы есть дарк языком, но сейчас они его уже не знают. Может, вопрос мотивации во всем вот в этом? Во всем всегда вопрос мотивации и цели. Вы должны это делать для себя во всем. Потому что язык, это не какая-то... Ну, нету генетической предрасположенности к языку. Но этого не бывает просто. Этого не может быть. Все это психологическое, все это зависит от вас. Поэтому это просто, это популярная отговорка, я считаю, у людей. Ну, может быть. И это ленивые люди придумали, и все подхватили просто, что у кого-то дарк языком, у кого-то нет. Я могу выучить любой язык, если я захочу. Если я захочу, если я приложу усилия, если я приложу время. Да. Язык чаще всего не учат из-за лени, из-за недостатка времени, недостатка мотивации. Вот почему люди не разговаривают на языке. Это конкретно. Поэтому слух, это точно научный факт. Слух развивается. Слух развивается, даже если вам медведь наступил на ухо, вы все равно можете научиться петь. Это факт. С английским языком точно так же. Точно так же. А вот про накаченные ноги тут, да, это да. Ну, это да. Я вспомнила, как я в детстве, в 7 лет пришла на хор, и меня попросили похлопать в ритм. И я, короче, вот в 7 лет я вообще не слухала ритм. Да, я просто сказала, какой ритм, какой отбивать. Все мимо, ритма все делала. В итоге меня отдали на фортепиано, где под метроном ты фигачишь песенку. И у меня развилось чувство ритма. Конечно, это все развивается, и это все можно. И возвращаясь к вопросу, можно ли говорить на английском, как на родном, легко. Легко вам просто нужно поставить соответствующую цель. Допустим, я себе поставил цель, и мне сейчас намного легче говорить на английском языке, чем на русском. Вот честно, вообще без шуток, чтобы вот так вот провести стрим или вебинар, говоря на русском языке без остановок спонтанно, какое-то большое количество времени, мне надо подготовиться, мне надо поговорить с кем-то по телефону. Я вот со своим другом Глебом час разговаривал по телефону до этого. Мне нужно подготовиться и перестроить мысли на русский язык. Мне, допустим, сейчас на английском языке намного легче разговаривать и рассуждать. Если я в ситуации кризиса, я думаю на английском, потому что это намного легче, прямолинейнее и быстрее, вот, но все зависит от вас, зависит от того, как вы это делаете, какие у вас цели, понятное дело, не у всех есть такая цель, там, да, говорить на английском супер, как носитель, супер свободно, там, избавиться от акцента, и не всем это надо, но мне это было нужно, у меня были свои определенные цели, и я, имея такой английский, своим трудом, который я заработал, я намного ближе к своим целям, чем я когда-либо был. Последний сериал, который понравился, Ксения спрашивает тебе. Биллионс, мне очень понравился. А мне супер стор, нравится. Как выйти из уровня advanced? Вапер advanced? Профициенси, типа, ну, профессионси там уже это совсем другая штука, профессионси это более академический, язык, более узконаправленный язык, поэтому из advanced, я не вижу смысла выходить из advanced, если вам только этого не надо по работе или в образовательных целях. Вот, из advanced можно пойти двумя путями, можно пойти в профессионси, можно пойти в native. Да, и профессионси, конечно, наиболее сложнее, чем native, но зависит от вас, зависит от того, чего вам надо, как выйти, ну, сначала определитесь, куда вам надо, а потом оттуда вы уже можете понять. Либо вы хотите на native, вам надо фразовые глаголы, идиомы, культуру изучать. Либо профессионси вам нужно в узконаправленных каких-то сферах изучать английский язык. Я не, ты поешь, да, я пою. Марина, почему азиаты такие способные, шмышленые? Да, слушайте, азиаты просто работают как сумасшедшие. Ну, реально, это видно в Южной Корее. Они просто, ну, с утреца, все на работу, работают дольше, чем, ну, типа, в шесть нету такого, что какая-то у нас критерий у сотрудников, кого мы видим, что это немножко наш человек, это когда в шесть сорок пять он уже вот так вот работает, а в шесть пятьдесят пять только рука в офисе, он уже убежал. Ну, вот таких там как бы людей по минимуму. То есть люди очень-очень трудоспособны, я это замечаю везде. И когда учусь в школе, я вижу, что как бы азиаты в университете, когда я сидела, я, ну, как бы видела, что библиотека полностью забита азиатами. Ну, обратите на это внимание, потому что у них такая культура. Например, тоже про Китай можно сказать, да, больше миллиарда человек, конкуренция сумасшедшая. Чтобы пробиться, ты либо пашешь, как ненормальный, либо как бы ты остаешься на дне. И это в мире везде просто, например, там в России не такая сильная конкуренция, да, нас меньше людей, да, и как бы ресурсы больше. Спорно, но в общем. Поэтому как бы тут вопрос просто, что это такая культура, трудолюбивая. Родители с детства говорят, работай, работай, работай. Это ты прям хайд юзер вон из чаннелства. Так. Кто вас вдохновляет? Блин, это такой классный вопрос на самом деле. Я вот тоже недавно обсуждал с друзьями и задумался на эту тему. Честно вот, меня вдохновляет, вот вообще без каких-либо шуток или каких-либо ЧСВ, меня вдохновляет... Маленькая версия меня, молодая версия меня. Всегда, когда я чувствую себя, что я застрял, чувствую себя, что... Чувствую себя, что я застрял или чувствую себя в какой-то безвыходной ситуации, где мне нужно принять тяжелое решение, или я чувствую, что мне плохо, я всегда думаю о том, как бы сейчас Веня в детстве посмотрел на меня и гордился ли бы он сейчас тем, что я добился, и было бы ему классно, думал бы он, что я... Вот я не знаю, я вот всегда думаю о тех вещах, которые я хотел видеть от себя в детстве, и я всегда возвращаюсь обратно к этому, всегда, почти во всех ситуациях. Мама пришла в чат. Сейчас мама будет чистить. Я мама-модератор на канале. Так, на всех каналах. Школа в Канаде, стоимость на две недели, какую выберете стоимость? Заходите на lingvatrip.com, выбирайте английский в Канаде и посмотрите школу ILSC или ILAG. Две моих любимых школы в Канаде. Вот, посмотрите, просто ILSC подешевле, ILAG дороже. Вот, но просто посмотрите по фоткам, по отзывам, что вам больше нравится. Так, для бигинеров, еще, правда, для тех, кто совсем только начинает английский, учить, какие ресурсы. У нас есть обалденный интенсив, мама, которая ходила, и не даст мне соврать, что она сейчас в поездке в Азии, и она замечает, что у нее английский просто другой. Вот она все может сказать. То есть, если раньше это было... Мария, слушай, напиши мне, пожалуйста, вот мне в отель этот надо сказать, что у нас трансфер из этого аэропорта, нужно встретить тогда-то. Напиши мне, я им перешлю. Ни одного вопроса за эту поездку на месяц у мамы мне не задала. Поаплодирую маме, поставьте маме лайк. Я, наверное, тоже родители отправлю. Да, вот этот интенсив для начинающих у нас с Настей ведет. По-моему, следующий, я думаю, что будет в ноябре, в декабре. Мам, пожалуйста, приглашайте. То есть, моя мама делала все задания, все лекции, и вот у нее за три недели прям видный прогресс. То есть, она сразу поехала в поездку, да, и говорит, что, ну, вот прям ее хвалят везде. Поэтому прям очень рекомендую. Так, мама, тебе аплодисменты тут в чатике. Мама, кстати, все еще из Таиланда смотрит. Так. Какие языки еще, Веня, какие языки еще знаешь или хочешь учить? Я знаю только четыре языка. Я знаю русский, английский, русские матершины и английские матершины. А я бы хотел еще выучить корейский. О, я тоже так считаю. Пока что у меня очень большой дефицит времени. Мне даже на поспать не хватает иногда, но когда, я думаю, в ближайшем будущем я чуть больше разберусь со своим временем и откину некоторые вещи, то, может быть, я... Мотивация. Нет. Если бы Веня сказали, Веня, через полгода в Корее ты выступаешь на телеке, Веня бы выучил, мне кажется, за это. Ну, вот вопрос, короче... Ну, путем жертвования чего-то еще. Да, да, просто мотивация всегда. Видите, вот это то, что вы задаете себе вопрос. Я себя захотел. Когда я буду учить английский? Ну, вот, когда я там сейчас подготовлюсь к этому, потом сделаю вот это, это, вот. Вот как раз проанализируйте вот этот вот путь вашей мыслительной. Так, сколько денег дополнительно нужно на Мальту? На Мальту желательно, ну, хотя бы, может быть, ну, там, 30 евро в день, зависит от того, насколько вы там любите по ресторану ходить и так далее. Там очень дешевый транспорт, типа, этот, типа, доллар, может быть, ой, евро за автобус, вот. И не очень дорогая еда, но единственное, что берите лучше кэшем. Я там с карты со своей замучилась, там очень плохо карты принимают. Блин, я уже на своем канале в стриме вроде бы рассказывал, но еще в видео не рассказывал. Мы с Тикеей в январе летим в Россию на недельку. Я звоню в банк, говорю, здрасте, мне нужно в местный американский банк, говорю, мне нужно тысячу долларов США перевезти в Russian Rubles. Это вообще возможно? Они говорят, да, сколько ты еще, мы закажем через месяц, приходи, забирай. Через месяц. Через месяц. Поменяй в России. А, ты думаешь, хороший курс там будет? Конечно, я всегда все, я все валюты меня в России всегда. Да? И куда мне идти менять? Просто в любой банк? В любой обменник. 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 Куча обменников, да. Везде вообще. Это без проблем. Можешь в банки.ру зайти, посмотреть, где самый выгодный курс пойти, кто поменять. И мне кешем, да, брать тогда? Да, кешем бери. Кешем. Окей. Или Sapphire Chase. Он же Worldwide, да? Worldwide 0%. Красота. Красота. Он мне уже идет, он мне уже идет. Так. Вень, научи говорить слово button. Окей, смотрите. Button. Вот этот звук посередине, это называется glateral stop. И чтобы его сделать, вы должны полностью перекрыть поток воздуха и звука своим горлом. Как-то так. Button. Смотрите, чтобы это слово, так скажем, этот звук одолеть, вы должны просто кому-то запретить что-то делать. А-а. А-а. И вот этот звук между, а-а, это вот этот вот glateral stop. Возьмите, сделайте это пару раз, почувствуйте, как это, запомните это чувство. А-а. А-а. Button. Батн. Угу. Прикольно. Вот и все. Мне нравится, как ты объяснил. Офигенно. Мне вот нравится, в Вене на каждое это найдется лайфхак. А я же логопед. Учитель. Я логопед. Так. Party. Слово. Party. Weather. Ну ладно, слушайте, у меня сейчас идет интенсив по произношению. Это, если вы не записались, то вам плохо. Какую школу? Да, это, кстати, в Вене на еще один офигенный интенсив, очень советую по произношению. Это шлягер наш. Это наш шлягер. Шлягер. Это шлягер. Бестселлер. Бестселлер, да. Какую школу посовете в Америке на лет 10 класс? Два варианта. Первый вариант. Fortham University в Нью-Йорке. Офигенный. Я туда ездила, возила группу. Обожаю директора. И вот все, чем они занимаются. Очень классная школа. Второе, если у вас выше, ну, дайс так, Upper Intermediate, если у вас английский, то можно поехать в NIFU, New York Film Academy. У них есть летний лагерь от 12 лет по специальностям уже. Красота. Acting, filmmaking, photography. То есть, если у вас уже есть какие-то интересы. В этой сфере, то да, это ништяк. Это просто очень классно, потому что учить просто так английский, это классно. Учить что-то еще через английский, это еще круче. Блин, это самый главный лайфхак этого тысячелетия. Лагопед, да, это я. Классная шапка. Спасибо, речи нам вроде. Когда бы я не успел выучить столько слов, да еще и правильно. Жизнь. Жизнь научил. Ну, нет, ну, я учил, я сидел, учил слова по моей как раз-таки вот этой трехшаговой системе постоянно. Но, слушайте, ну, я просто учил произношение, я прям себя мучил и очень много. А расскажи, реально ли за три месяца достичь уровень intermediate, видимо, с нуля, если мы... С нуля? Да. Нет. За три месяца с нуля intermediate нет. Если вы, допустим, с elementary на intermediate... Ну, то есть, elementary, я думаю, что знаем. Elementary – это второй. Я просто, чтобы ребята примерно поняли базовые слова. Elementary – при intermediate intermediate. Нет, elementary – beginner. Elementary – первый. Нет? Нет. Сейчас я открою все чеки. Нам нужны receipts. Нам нужны receipts. Elementary – beginner. Нам нужны receipts. Images. Так. Images? Какие у тебя там images? Я все через images. Я Google images. Воу. Сейчас, ребятушки, мы вам ищем, какой первый... Чтобы точно не ошибиться. Да, чтобы мы вас не вводили в заблуждение. У нас показания разошлись, Винь. Показания разошлись. Levels in English. Вот когда не задумываешься, у меня английский, я совершенно не задумываюсь, а вот это как, что называется. Бюрократия – это... Да, и я ничего вот этого не... Да, elementary – второй. Elementary – это A2, я же тебе говорю. Вот. Ну, вот Винь – учитель, я не учитель. Ну, короче, неважно. В общем, суть в том, что три месяца – это мало. Три месяца... Я прощаюсь. За три месяца вы на уровень не перескочите. Если только вы не будете весь день, каждый день долбить, но тоже это вам не понравится, и вы бросите сразу после трех месяцев. Поэтому я не считаю, что это адекватно, и в моем опыте сжимать себя временными какими-то рамками – это не самое лучшее, потому что, блин, вы много волос потеряете. У вас ногти начнут облазить, и эти сумки под глазами, будет Gucci здесь, здесь будет Prada. Поэтому, я не знаю, для меня это было очень стрессово. Я за два года практически с нуля хотел выучить на прям native-native прям, и хоть я с этим справился еле как, но для меня весь процесс для меня был очень стрессовым сам по себе. Я очень был всегда раздражительный, и это не самый лучший способ. И поэтому я сейчас преподаю вам корректным способом, чтобы вы не только достигали ваших целей, но еще наслаждались процессом. Да, ребят, мне кажется, когда вопрос возникает, реально ли за три месяца, самый правильный ответ на это просто взять и записаться сразу на интенсив, после стрима этого начать учить, как бы тут тоже вопрос реально-нереально. Мне так любят иногда люди писать, а вот исследования показали, что уже провели, и это все нереально. Мне вот очень интересно, когда там, не знаю, Юрий Гагарин летел в космос, ему сказали, слушай, чувак, мне вообще никто в космос никогда не летал до тебя из людей, ну там все, нифига вообще не получится никогда. Представляете, если бы каждому человеку, который совершал какой-то прорыв в мире, сидели умники, говорили, ну ты слушай, уже столько миллиардов человек было на Земле, и никто этого не делал, ты что думаешь, у тебя получится? Вот, пожалуйста, забейте на все эти вещи, потому что они так сильно тянут назад. И все еще с таким умным видом говорят, а потом, когда ты добьешься этого, они такие, ну, типа, и ничего особо. Ну, короче, это неблагодарное дело, слушайте другие. Слушайте только себя. Надо вам, значит, вы добьетесь. Во всем, честно, во всем. У меня тоже, я вот до этого по телефону разговаривал с другом, у меня есть друг в Сургуте, его зовут Женя. Мы его назовем Гёжа. Если кто-то влоги Сургут смотрел, вы знаете его. Он такой человек, очень офигенный человек. У него есть такая черта, что ему абсолютно вообще просто пофиг на мнение других людей, что о нем думают и что о нем говорят. Он доверяет себе, слушает себя и делает по-своему вещи. И вот мы рассказывали про то, как я Тикею повезу в Россию, как мы там будем все гулять. Я говорю, вот, там этот знает английский, этот знает английский. Думаю, блин, а у нас Гёжа знает английский. И потом я так, ну, блин, по-любому он сможет говорить на английском. Просто он такой человек, он сможет общаться. Даже если он мало знает слов и грамматические конструкции, он все равно сможет общаться, потому что он такой, ему пофиг вообще на все. Номер один, самая главная причина, почему люди не могут говорить на английском языке, даже зная, имея хорошую грамматическую или лексическую базу, это стеснение, нервы, волнение. Я боюсь, что меня будут осуждать, я боюсь, что я покажу себя с глупой стороны, я боюсь, что мое произношение плохое на меня будет смеяться. Вот, это номер один ваш враг. Это самая главная причина. Это номер один топ-причина, по которой люди плохо разговаривают на английском языке до сих пор. А поэтому задумайтесь об этом тоже немножко и разговаривайте для себя. Я вот, если честно, у меня были такие моменты, когда у меня было волнение, прям дико разговаривать на английском языке тоже. Что я сделал? Я записался на конкурс, в котором я должен был публично выступать с презентацией на английском языке. И это был мой вообще первый раз, когда кто-то вообще в жизни услышал, как я говорю на английском языке. Я потел, и, блин, и у меня очень много было нервов и разных мыслей. Я это сделал, еле как, и не очень хорошо это получилось. Однако после этого у меня вообще никакой диалог, разговор не был страшен вообще никогда никак. Поэтому вот, для кого как работает, опять-таки. Для кого-то, может, это не подойдет, для кого-то больше психологическая работа подходит, обдумывание и осознание. То есть, ну, смотрите, заморозишь теке в январе в России. Она из Нью-Джерси, ребята. Она из Нью-Джерси, там тоже холодно, конечно, не так холодно, но это, ну, моя мама там уже там какие-то куртки приготовила, там обувь туда-сюда, все там будет. У меня там еще со школьных времен оставились куртки. Я с девятого класса не расту, я с девятого класса не расту, я еще могу все это носить. Но теке, да, там она в маминой моей там наденется, что-нибудь придумано. Да мы не будем гулять на улице. Кто в Сургуте в январе гуляет на улице? Боже мой. Так, да, где записаться на интенсив, ребята спрашивают. Вот прям под видео у вас ссылочка внизу. Записывайтесь. Записывайтесь лучше сейчас, потому что на следующей неделе повышаются цены. Там ребята начинают писать, а как так, я не успела, цена уже выше. Лучше записывайтесь сейчас. И вспомните про правила пяти секунд, про которые я вам говорила. Если вы решили учить английский в течение пяти секунд не приняли никакое действие, то ваш мозг начнет накидывать вам причины, почему вам срочно не надо учить английский, потому что из него это слишком много ресурсов вытягивает. Потому что у вас вышла новая серия сериала, мама попросила помыть посуду, полы что-то грязные, и вообще математику надо делать, и Ленка позвала в кино. Ленка! Да. У всех есть Ленка. Да. Слушайте, ой, что-то я хотел сказать, забыл. Что-то про то, что ты сказала. Правила пяти секунд, записывайтесь на интенсив. Да, да, правила пяти секунд, да. Да. Работайте вместе, да, мы работаем вместе, или просто друзья, и просто друзья. И не просто друзья, и не просто работаем, и все, просто во всем. Сколько стоит интенсив? Посмотрите ссылку в описании, вы все там увидите. Там три пакета просто разных. Каких-то есть чат, каких-то есть консультации с Веню, какие-то пособия. То есть посмотрите. Думала дороже курсы. Все так говорят всегда. Всегда, да. Когда приходят, а там столько лекций, столько этих. Потому что сколько мы берем за курс за этот, Зинаида Витальевна столько в час берет. Да, и вы еще потом эти деньги, там даются бонусы на поездки, то есть вы можете использовать. Поэтому welcome to LinguaTrip community. Несем английский массы. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, ну чего, ребятушки. Я смотрю некоторым спать пора. Микрофон выключите, пожалуйста. А, включите. Да, он включен, все нормально. Все нормально. Ребят, Ленка is the best motivator. Все, бедная Лена ей сказала. Так. Моя мама зовут Лена, все нормально. Супер. Мне можно. Мне можно шутить так. Ну что, последний вопрос. Ух. Да не твой рост. Это не будет последний вопрос, но 174. Так. 5 футов, 8 дева. В Сургуте 12 ночи. А, у нас тоже 12 дня. Мы ждем этого самого... Я хочу какой-то такой жизнеутверждающий, как обычно, в конце. Что такое apply? А, столько раз спросили. Apply. Ребят, на самом деле, на сайте университета попробуйте нажать и узнайте. Представляете, это намного легче, чем пойти в чат, что-то спросить. Всегда делайте активные действия. Вот что-то вы хотите задать вопрос? Вот. Жизнеутверждающий очень получилось. У нас есть СТО. Наш технический директор Дима Кравчук. И мы сидим в офисе рядом, и я все время там типа, Дим, а это что? А, слушай, а мне сейчас кнопка не работает. А вот это? И Дим мне сказал, ну, как бы я дергала постоянно, не то, что со зла. Он говорит, Марин, знаешь, у нас у программистов есть такая штука, купить себе вот эту желтую уточку резиновую и поставить ее на стол. И сначала спросить у уточки, потому что, когда ты вопрос произносишь слух, ты его как-то переосмысливаешь, и у тебя довольно простые решения приходят в голову. Типа, я не могу найти страницу на сайте, так зайди в Google, набери Lingua 3, там Intensive, например, да, если тебе по меню никак не найти. Или там, не знаю, что значит кнопка Apply, ты спрашиваешь уточку, а уточка тебе как бы мысль посылает, что попробуй нажать и узнать. Короче, очень важная тема, да, перед тем, как задать вопрос, потому что не всегда можно получить ответ, и, ну, в общем, у меня такая тоже, я все время пытаюсь по максимуму сама разобраться, потом задать вопрос. Вот, поэтому пробуйте делать руками, отвечайте себе сами на свои вопросы. Это лучший способ что-то понять и что-то выучить. Вот. Да, я бы лучше сам не сказал. Супер. Ладно, ребят, спасибо вам огромное. Если что, у нас во вторник, но попозже, у нас, по-моему, в 12 начинается стрим на английском языке, на моем английском канале Lingua Marina, если кто-то хочет присоединиться. Вот. Ты в курсе, да? Уже да. Вот. Поэтому, да, я еще буду в Лос-Анджелесе, будем тут стримить. Переходите на Венин канал, Венипак ТВ, записывайтесь на наш интенсив, подписывайтесь на Инстаграм Lingua Marina и... Я уже не помню, какой... Венипак, можете. Венипак, да. Венипак, да. Да, вот. Все, лайв наш заканчивается. Побежали делать Лос-Анджелесские дела дальше. Выходные рабочие у нас. Вот. Всем отличного... Отличной ночи. Спокойной. Пока-пока.